Сегодня ровно три года, как Пётр Порошенко принял присягу и стал президентом Украины. Противостояние российской агрессии, борьба с коррупцией, интеграция в ЕС. Давайте вспомним, что происходило в стране в течение последних трёх лет. Пётр Порошенко, самый молодой президент Украины, после революции достоинства победил на выборах, получив 54% голосов. Первым визитом нового главы государства тогда стала поездка на Донбасс, в зону проведения АТО, где временно было оглашено перемирие. Однако боевики, захватившие украинскую территорию, его не соблюдали. Как следствие, вооруженные силы Украины начали спецоперацию, освободив более 60 захваченных городов и сёл. Спустя семь месяцев в Минске по инициативе Украины были подписаны соглашения о шагах по деэскалации ситуации на Востоке. За прошедшие три года Украина начала активную реализацию плана по интеграции в Евросоюз. Было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, отказ от которого беглецом Януковичем и привёл к массовым протестам на Майдане в декабре 2013 года. Одним из главных решений стало и предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом, который вступает в силу в ночь на это воскресенье. Как заявили в руководстве ЕС, это стало следствием выполнения Украины плана проведения реформ. Тем не менее, в Европе пообещали и дальше пристально наблюдать за тем, как Киев ведёт борьбу с коррупцией, организованной преступностью и защищает свободу слова.